МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости НАПА.Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночь накануне Рождества в Анапе отмечают один из главных православных праздников. Нам необходимо расчистить немножко русло и увеличить его. Эвакуация не потребовалась. Из дождей в реках поднялся уровень воды. Традиционно приходим сюда, детям очень нравится. Праздник в каждый дом. Персональные приглашения на новогодние представления получили многодетные семьи Анапы. Начнем с главного. Сегодня Владыка Феогноз поздравил анапчан с Рождеством Христовым. В храме Святого Ануфрия епископ Новороссийский Игеринжихский провел торжественную литургию. В ней принял участие глава города-курорта Юрий Поляков и председатель муниципального совета депутатов Леонид Кочетов. Подробности в нашем сюжете. В православии Рождество отмечается 7 января. Оно входит в число самых важных православных праздников и предваряется постом. Сегодня Владыка Феогноз выступил с проповедью и напомнил прихожанам о его значении. Он, Бог, по отношению к человеку показал. Как же мы должны тогда быть, как же мы должны поступать, как и мы должны с вами с любовью относиться к друг другу. Вспомним наших родных и близких, вспомним тех, которые больные, немощные. Ведь Господь сказал, что кто послужит им, послужит и мне. С Рождеством анапчан поздравил глава города-курорта. Юрий Поляков поблагодарил Феогнозта за внимание, уделенное Анапе и его участие в православных мероприятиях. Хочу всем пожелать твердости в духах, твердости в вере. С праздником всех Рождества Христова. Пусть Бог благословит нас и даст нам все то, что мы просим у него. А мы за это будем молиться и благодарить нашего Отца Господа нас. Вашего праздничного Сынца. Пусть Бог благословит нас. Протеерей Виктор Полянкин подарил владыке Феогнозту икону Николая Чудотворца. После литургии для прихожан выступил хор Воскресной школы, а всех детей угостили сладостями. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. А в ночь с 6 на 7 января во всех 15 храмах Анапы прошли рождественские служения. В этот день в православные приходы пришло более 5000 хнапчан. Только храм Святого Ануфрия собрал под своими сводами почти 300 прихожан. Песня. Рождество Христово – это великий церковный праздник. Он объединяет людей всех возрастов. Сейчас православные отмечают святки. В течение 12 дней полагается колядовать, посещать богослужения и, конечно же, совершать влаги и дела. А уже 19 января мы отметим праздник Крещения Господня. Минувшие праздничные дни выдались напряженными у городских коммунальщиков. С вчерашнего дня идут работы по расчистке русла реки Анапка. Всего за две недели количество выпавших осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. Ситуацию под личный контроль взял Юрий Поляков. Как боролись со стихией в нашем репортаже. Из-за непогоды в тот день возникла угроза подтопления. Вода подошла к семи домам в станице Анапской и в хуторе Чембурка. Спасатели предложили жителям эвакуироваться. В санаториях для них уже были подготовлены места. Однако вода не дошла до первых этажей, затопив только огороды. Поднимается уровень воды. Для того, чтобы его уменьшить, нам необходимо расчистить немножко русла и увеличить его. Дать возможность быстрому сходу. Потому что в перспективе погода улучшаться не будет, будет только ухудшаться. Русла рек городские службы начали расчищать еще с начала января. Оперативный штаб возглавил Юрий Поляков. Подобная ситуация сложилась еще в нескольких районах города. Были ситуации точно такие же уже в этом году на реке Суко. То же самое уже работы были проведены. И было недопущено разлив реки Суко в районе улицы Утричской. Русла реки Анапки будут расчищать в районе мостов на пересечении с Пионерским проспектом и Симферопольским шоссе. Такое решение принял глава курорта. Кстати, подобные мероприятия в Анапе не проводились уже несколько лет. Чтобы быстрее справляться со стихией, оперативная группа рассмотрела несколько предложений. Я же говорил Федеркову, давайте чуть в сторону русла прокопаем, дадим возможность ухода. На месте работали специалисты ЖКХ, служба спасения. Была задействована спецтехника. Площадь озера больше 40 квадратных километров, поэтому вода будет сходить постепенно. Как говорят в Управлении гражданской обороны, проблема будет решена уже к концу сегодняшнего дня. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. И к другим темам. Как прошли новогодние праздники в Анапе? Конечно, основные мероприятия проходили в центре города. Но праздничное настроение чувствовалось везде, практически в каждом дворе. В этом убедились наши корреспонденты. Новый год с новой, полностью благоустроенной придомовой территорией. Этот двор по улице Ленина, 171, попал в программу формирования комфортной городской среды. Теперь здесь есть спортивная и детская площадки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение. И это еще не все, говорят общественники. У нас здесь будет беседка для отдыха взрослым, капитально благоустроенная, бангальная, шашлычная. Все, чтобы любой праздник, мероприятие наши жители двора могли выйти и провести здесь. На новогодних каникулах здесь прошло первое мероприятие. Праздник получился двойной. Отмечали его с размахом. Артисты непрофессиональные, но публика их принимала на ура. Выступали с душой. Концерт устроили силами Дома культуры молодежной и местного дворового клуба «Путь к успеху». Сегодня на его базе работают музыкальные и компьютерные кружки, а еще открылась и за студия. Именно ее воспитанники занимались художественным оформлением праздника. А еще у нас в планах оформление фасадов, подъездов, то есть в единой системе. Это будет не только граффити, но и выдержанно, ярко. Все-таки мы живем в Анапе, где подручные средства. И распишем «Сделай мир ярче, красивее, добрее». Сегодня этот двор – точка притяжения для детей и взрослых, причем не только из соседних домов. Места теперь здесь хватит на всех. Спасибо за двор! Ольга Родина, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа Ригин. Более тысячи мальчишек и девчонок из многодетных семей посетили новогодние представления в городском театре на зимних каникулах. Рождественская елка главы города-курорта проводится уже 11 лет подряд. На спектакли побывала и наша съемочная группа. Семья Слукиных воспитывает восьмерых детей. Трое своих и пять ароприемных. На это новогоднее представление они получили персональное приглашение. Для многодетных семей билеты на спектакль совершенно бесплатны. Благодарим администрацию, благодарим отдел семьи и детей за то, что они нам всегда помогают. Мы традиционно приходим сюда и детям очень нравится выступление, елочка. Поэтому благодарим и поздравляем и с Новым годом, и с Рождеством Христовым. Спасибо! Зимняя сказка получилась яркой, красивой и по-новогоднему волшебной. До самого последнего момента юные зрители искренне переживали за каждого героя спектакля. Девочка в хрустальных туфельках – это постановка артистов Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Сегодня зал переполнен. Очень много родителей с детьми. Семьи приходят, где пятеро детей, семеро детей. И маленькие, только новорожденные детки. И дети уже взрослые, 14-15 лет. Приходят всеми семьи, и баба, и мама, и бабушка, и дедушка. Все дружно. Настроение у всех очень хорошее, потому что праздник проходит в канон Сочельника. Это уже традиционно. Елку проводит глава города-курорта Юрий Федорович Поляков. Представление длилось более часа, и вместе со зрителями героям сказки удалось одержать победу над злыми силами. Во второй части новогоднего шоу юные зрители смогли сами стать участниками сказки. В малом зале специально для них была организована праздничная программа. Аниматоры вместе с ребятами пели песни, играли в интерактивные игры и водили хороводы. В заключении, самый главный персонаж, Дед Мороз, поздравил ребят с праздниками и пожелал всем счастья, здоровья и успехов в новом 2019 году. Руслан Душевский, Анапа-регион. Новогоднее счастье. В Анапе за период зимних каникул появилось на свет 48 малышей. 25 мальчиков и 23 девочки. У одной анапчанки счастье оказалось в квадрате. На свет появилась двойня. Добавлю, что скоро регистрировать новорожденных можно будет в новом ЗАГСе. В Анапе у парка Ореховая Роща построят дворец бракосочетания. Проект в античном стиле выбрали сами анапчане в ходе народного голосования. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. А все выпуски новостей вы всегда сможете найти на нашем сайте anaparegion.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова